Четвертый детский библиотечный филиал на улице Горпищенко в любой момент могут закрыть из-за нехватки денег на аренду помещения. В месяц эта сумма составляет почти 2,5 тысячи гривен. Половину меньше, да, или еще меньше. Даже меньше половины. Понятно, что в помещении на первом этаже дома можно развернуть неплохой бизнес. Но дети против. В библиотеку ходят и школьники, и дошколята. Здесь не просто выдают книги, но и проводят интересные детские праздники и встречи с писателями. Часто проводятся разные кружки, собрания, конкурсы. Кружок здесь, друзья библиотеки. Мне 7 лет, а я уже хожу с 3 лет сюда. В школьных, да, там обычно всего не найти и все расхватывают. Но на Горпищенко взрослая библиотека. А до других библиотек просто не успеть. Всегда привозят новые книги, ну и приходишь, и такие красивые книги, новые. А вот в книжных магазинах, они стоят там сумасшедшие деньги. И то есть ты сюда приходишь, ты имеешь возможность их почитать, посмотреть эти книги, как бы. И при этом тебе не надо их покупать и бегать в эти книжные магазины. Ну и к тому же выписывают интересные журналы, шпиль про компьютерные игры. Нормально. Книга, она имеет, я считаю, что она имеет некую такую энергетику, что когда ты ее читаешь, то ты можешь почувствовать ее, потрогать вот эти листики. Родители очень довольны работой библиотеки. Сейчас они думают, что же делать, чтобы спасти детскую читальню. Наша библиотека расположена очень удачно. Она расположена возле школы, рядом остановка, светофор есть, дети идут. Можно сюда отпускать одних детей. А если здесь не будет библиотеки, то наши дети просто потеряют любовь к чтению. Потому что мамы работают, мамы не могут возить своих детей куда-то в другие районы. Наверное, надо искать спонсоров, обращаться к городским властям, прямо непосредственно к мэру. Куда пойти, чтобы пожаловаться, чтобы нам оставили эту библиотеку. Дети очень нуждаются в этой библиотеке. Вот я говорю, правда, вот приходишь, душевное такое отношение к тебе. Всегда помогут выбрать все. И, конечно, очень будем опечалены тем, что нашу библиотеку закроют. Ну, надо как-то, наверное, куда-то писать, обращаться, искать спонсора. Потому что, конечно, без этого я не знаю. Пока родители собирают подписи, подрастающее поколение задумывается о более радикальных способах противостояния. Забастовку строим. Я его строю. Будем стоять целый день. Верните нашу библиотеку. Да, забастовки и все. Голодать будем. В подвальном помещении библиотеки для взрослых на Горпищенко полагают, что затеянное городскими властями слияние детской и взрослой систем обернется потерей читателей. Кстати, в подвале на Горпищенко на плотно поставленных стеллажах уже 20 с лишним тысяч книг. Куда поместить еще 20 и где принимать детей читателей неизвестно. Зато известно, что городское управление культуры на последней коллегии уже нашло решение. От 40 до 60 процентов книг можно списать и, видимо, сжечь. Елена Анисимова, Игорь Демченко, Севинформбюро.